Это прямой эфир на ЕТВ, программа «Сумма мнений». Будем в ближайшее время обсуждать вот эту проблему вокруг, ну, собственно, это уже такое дело всего города, мозаичный павильон, в который должна превратиться разбитая беседка в дендропарке возле УПИ. — Действительно, произведение искусства, вот оно у нас на экране, то, что должно быть, и вроде бы оно уже даже таким практически стало, но в таком состоянии, к сожалению. — На 85% оно стало. — На 85% стало. Максим Прислонов, автор проекта «Мозаичный павильон», у нас в гостях Сергей Рожин, художник, здравствуйте, и Кирилл Бородин, художник, здравствуйте. — Здравствуйте. — Почему так произошло? Как Вы узнали о том, что ночью вандалы-злоумышленники, все Ваши труды, Ваши и, ну, в общем, добровольцев города, которые подключились к этой истории, волонтёров? — Волонтёров. — Прохожих, волонтёров, отдыхающих в парке. — Сегодня оказались в 8 утра, 1 сентября. Это, наверное, подарок был для детей, потому что, так как у нас есть ребёнок, мы всё равно делаем этот проект так или иначе более-менее детским, потому что днём мамочки с детьми и вообще прохожие, уже более-менее дети, которые могут ходить, могут там отдохнуть, спрятаться от дождя или от солнца, ну и просто посидеть, потому что лавочки в парке расположены удалённо друг от друга, поэтому здесь спокойно можно отдохнуть. — Но это даже не арт-объект, да, а вот это, ну, такая городская инфраструктура. — Это просто была попытка превратить заброшенную, ну, в общем, оставленную без присмотра беседку в более-менее пригожий вид. — Человеческий вид. — Да, человеческий вид. — Но это не просто вот какие-то злоумышленники, вы нашли записку. — Да, записку мы обнаружили чуть позже. Вначале это просто, ну, просто разрушенную беседку, а потом уже, когда стали прибирать, вот обнаружили эту записку. — Ну, я думаю, что есть мнение два. Это просто те, кто вечерами проводит время свободное на беседке, могли просто оборвать, потому что плитка очень легко отрывается, и, в принципе, наверное, это как-то весело, когда отрывается. Либо второй вариант — это кому-то просто не понравилось, что их беседку кто-то пытается сделать. — Вы как это всё восприняли? Как на всё это нужно реагировать? Художнику там, автору проекта нужно реагировать? — Да спокойно, зачем тратить нервы? — Еще раз бросили клич. Деньги все собирали краудфандингом, это вот такой… — Да, деньги вот пришли буквально вчера в 11 вечера, и поэтому вот бросим силу и все субботу. — То есть люди собрали сначала вот как бы на, в общем, первую попытку превратить беседку? — Нет, не на первую попытку, мы начали своими силами, потому что сроки хотелось вообще к первому сентября это сделать. Но так как мало людей было, то есть отодвинули это на пятое, а сейчас отодвинем вообще на понедельник, это будет восьмое. Дай Бог, это получится, если вторично это всё не испортит. — Кирилл, насколько вообще художнику опасно выходить на улицу со своим творчеством? — Вспоминая, например, случаи с разрисованными пианино, у которых совершенно был какой-то неожиданный резонанс. — Ну, там-то было совсем всё официально, то есть это было от музея ИЗО. Резонанс вы имеете в виду с Украиной, там, вот эти вот ситуации. То есть, ну, на самом деле это уже СМИ раздули резонанс. — Ну, получилось, что вот эти прекрасные безобидные пианино почему-то якобы обидели ополченцев, которые посчитали, что вот таким образом отвлекают внимание людей. — Да, они посчитали, что специально это такой ход, чтобы отвлечь людей. — Ну, на самом деле, то есть и та сторона, то есть в начале украинцы начали писать такое, что вот в то время, пока на Украине гибнут люди, в России рисуют птичек на пианино. А потом уже на Урале здесь решили, на самом деле, раздуть уже дальше. — Не так давно жертвой вандалов стал известный уличный художник Слава ПТРК. Вот эта история с тигром, которого ему пришлось также несколько раз рисовать, ну, телезрители ЕТВ знают совершенно точно, обсуждали её у нас в эфире. Предлагаю сейчас послушать комментарии Слава ПТРК по поводу ситуации вокруг мозаичного павильона и продолжим разговор. — Я понимаю, что это улица, и здесь есть люди, которые им это нравится, и есть люди, которым это не нравится, и поэтому тех, кто не нравится, тоже могут проявить себя. — Не огораживать же, ну, и можно, конечно, как Бенкси, закрывать под стекло просто рисунки, например, и всё. Но мы же для людей это всё рисуем на улице, ты никак не можешь обезопасить свою работу от недопрожелателей. — По сути, тот, кто рисует на улице, тоже считается вандалом, поэтому один вандал портит работу другому вандалу. В большинстве городов это нормально, когда поверх твоей работы что-то рисуют, ну, другое что-то рисуют. Просто тут вопрос в том, что есть разница между нарисовать что-то другое, например, и просто испортить работу. Вот, и тут так же с этой беседкой, то есть там, ну, просто кому-то было делить. Вот и всё. — Вандалы против вандалов. Вот такая неожиданная юридическая транскрипция этого вопроса. Вы согласны, готовы вот с такой трактовкой? Готовы признать себя вандалами? — Конечно. — Нет. — Так, Сергей. — Ну, во-первых, вандал — человек, который портит среду и не украшает её. А люди, которые украшают среду, которая испорчена, они не вандалы, а люди, которые занимаются искусством и облагораживают район. — Ну, вот тут опять дело вкуса. Для кого-то искусство, а для кого-то... — Есть же какие-то условности всё равно в этом понятии, что вандализм — это оскорбление чьих-то чувств, политический контекст и какие-то нарушения каких-то норм. Потому что, по большей части из них, я договорю, и это коротко, что реклама сама по себе — это самый большой вандализм для нашего сознания. Но то, что делают художники, это не вандализм, это обычная реакция обычного художника на происходящее здесь. — А в Европе насколько остро стоит вот эта проблема «художник и улица»? Вы ездили со своей выставкой в Голландию. Там есть такая проблема вообще? — Она есть, но она не такая сильная. Там договариваются, там, как говорится, разговаривают с людьми, их выставляют на путь истинный. А у нас этого нет, у нас нет воспитания и вкуса эстетического для людей. И, естественно, появляется агрессия, появляется ненависть к чему-то. И когда мы научимся это делать, то есть мы уже даже понимаем это всё, как Букашкин нам завещал, что если ты нарисуешь что-то красивое, ты же не будешь потом идти и всё это портить. Поэтому если бы все люди рисовали и понимали, насколько это важно, то, я думаю, это бы не случилось. Но это в наших силах. — Ну, то есть, условно, если бы вместо того, чтобы сдирать эту плитку, рядом сделали свою, ну, вот какую-то работу, да, и сделали свою беседку, те кого-то не понравилось? — Просто прийти на следующий день и вот вложить свой вклад. Ну, только так, как ты хотел. Вот если кому-то это не нравилось, приди и сделай так, как ты считаешь нужно. — Почему так много вандалов? Наши корреспонденты сегодня интересовались на улице у горожан. Что думают екатеринбуржцы? Прямо сейчас узнаем и продолжим разговор. — На самом деле период такой понедельный на Земле, что сейчас какое-то кризисное время, что на самом деле вот нервозность возрастает. — Честно, не знаю. Никогда не понимала таких людей. И почему их так много, тоже непонятно. — Я не знаю. Наверное, так проще этим людям жить, чем что-либо, знаете. Всегда же проще разрушать, чем создавать что-либо. — Это зависит, мне кажется, от улицы все. Многие сейчас молодежь жестокая. — Специальные люди, мне кажется, показывают. Решили, чтобы на них обратили внимание, так считаю. — Больше миграции, больше приезжих, больше движения людей, которые здесь не живут и которым все равно. — Наверное, система ценностей у них просто отсутствует. — Я думаю, что это идет все от воспитания. Меньше попадает, может, в какой-то роде виноваты родители. — Есть молодежь, недостаточность воспитания. Самой школы. — Удастся ли городским энтузиастам разбитую беседку, вот эту самую беседку в Дендропарке превратить в красивый мозаичный павильон? Вот в чем вопрос нашей сегодняшней беседы. Скажите, как город откликается на приглашение поучаствовать в такой акции? Как откликнулся город? — После второго, после этого происшествия, гораздо больше желающих. Ну и как бы главное — это время найти. И сейчас на неделе все работают, ждем наплыв в большую субботу. Я думаю, что беседки точно быть. — Ну то есть проблем с отзывчивостью люди точно так же несут деньги на покупку вот этих материалов? — Ну мы вообще собрали деньги, выставляли на две недели, а собрали деньги за неделю. То есть это охотно люди, ну то есть складывались. А сейчас с работами, ну тоже охотно, но чуть-чуть бы хотелось побольше. В полуторамиллионном городе, я думаю, прийти на 10 минут очень просто. — Как потом можно защищать результат своих трудов, результат своей работы? Ну вот в данном случае с беседкой и во всех других случаях, когда разрисовал пианино и оставил его на улице оживленной и так далее, и так далее. Как защищать? Огораживать забором, сигнализацию ставить бабушку-вахтершу? — Ну, допустим, если ты делаешь какой-то объект и знаешь, что его разрушат, нужно продумывать технический вопрос, чтобы он появлялся дольше. Или забыть про это и отдаться на один день до работы, чтобы она родилась и умерла в одно же мгновение. То есть нужно быть готовым ко всему. — Да, главное быть готовым, я думаю. — Что это может произойти? — Рассчитывать, что это навеки тоже не приходится. — Конечно, потому что это неправильно. То есть это в первую очередь, кто начинает, они обижаются, что им ломают работу. Наоборот, это прекрасно. — То есть это вот акт коммуникации, это такой разговор. — Да, так с нами разговаривают, значит. — Так с нами разговаривают. Но для себя вы всё-таки предпочтёте какие-нибудь выставочные залы? — Нет, конечно, потому что улица предоставляет гораздо больше возможностей, чем в галерее. И она даёт настоящую реакцию на действительность. Потому что в галерее всё предоставлено как консервные банки, и нет реакции настоящей. Просто есть подготовленный зритель. А улица есть настоящая, действительная здесь и сейчас. И поэтому то, что мы видим, так и есть на самом деле. — Спасибо большое. Максим, Итуго сейчас выходные. Город в едином порыве снова превратит беседку в красивый возраст. — Да, я предлагаю всем присоединиться в субботу с 12 утра и до позднего вечера. — А потом что? Потом организуем дежурство круглосуточное? — Да зачем дежурство? Нет. Я думаю, что когда она уже будет сделана, я думаю, она заживёт вместе с парком. Парк же не разрушают. Газоны как посажены, так и сидят. Придётся как-то немножко заботиться иногда. — Ну то есть такая проверка на прочность, а мы её пройдём? — Да, я думаю, что мы её пройдём. — Комментарий от Александра Аксёновой. Да более жаль, что у Максима вот так получается. Подарил городу замечательное кафе, со своей атмосферой не получилось. Сделал такую замечательную беседку, разворотили. Желаю ему не опускать руки и продолжать радовать нас. И всё ещё будет, и вернётся вот с такой горой, написала Александра Аксёнова. — Спасибо, Саша. — Привет, Саша. — Спасибо большое, что нашли время, заглянули к нам в студию. Мы продолжаем наш совместный проект с фондом «Добрые сердца». Вместе мы уже смогли собрать деньги для 12-летней Ангелины Сысоевой. Совсем скоро, в понедельник, она полетит на операцию в Италию. А маленькому Егору из Каменско-Уральского по-прежнему не хватает средств. Нужно собрать сумму на лечение очень редкого порока сердца. Здесь, в России, врачи помочь ему не могут. Давайте ещё раз посмотрим историю Егора. Половину своей жизни трёхлетний Егор провёл в больницах. На пороке сердца родители и малыша предупреждали, когда тот ещё находился в утробе матери. Тогда врачи предложили не мучиться и прервать беременность. После бессонной ночи Даша решила рожать. Муж поддержал. Егор родился в срок. Очаровательный блондин, вес около трёх килограммов, рост 48 сантиметров. И сразу оказался в палате интенсивной терапии. Таких пороков вообще никто не встречался на данный момент. Он единственный. Нас очень долго оттягивали с первой операцией. Нам хотели первые дни жизни сделать. И всё оттягивали, оттягивали. И решили сделать. Даже прогнозы никто не говорил, какие будут после первой операции. Никто не знал, выживет он, нет. Несмотря на скучный антураж больничных палат, постоянные процедуры и обследования, Егор рос шустрым и смышлённым мальчишкой. В год пошёл, а через пару месяцев начал говорить и даже гордо декламировать потешки. Правда, после операции пришлось учиться всему заново. Сидеть, ходить и говорить. Он уже говорил, у нас уже стихотворение рассказывал только. Всё такое. Вообще всё уже знал. Везде любопытный был. Положили нас на операцию и всё. Не ходить не стали, не говорить не стали. Всё по новой учились. Ничего делать не хотелось. Наверное, месяца 3-4 мы восстанавливались. На территории Российской Федерации опыт лечения данных пороков очень мал. Политивный этап операции этому ребёнку, ради хирурга, проведён достаточно замечательно. А сейчас для дальнейшего лечения и выхаживания ребёнку, конечно, требуется лечение в высоко специализированных клиниках. Что касаемо итальянских врачей, у них опыт оперирования таких детей есть. И выхаживание тоже есть. Достаточно неплохие результаты. Сегодня Егор помогает маме воспитывать младшую сестрёнку и переживает, что родители запрещают ему бегать вместе с другими детьми. Физические нагрузки ему противопоказаны. Прогнозы медиков туманны. Российские врачи сделали всё, что можно в наших условиях. Но сложный порог сердца усугубляется очень маленькими сосудами, работать с которыми можно только на современном медицинском оборудовании. Такое есть в итальянской клинике. Егора уже записали на операцию и ждут там в ноябре. Но для этого семье из Каменско-Уральского нужно собрать 2 миллиона 300 тысяч рублей. Рождённый порог сердца, двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка. Сейчас Егору необходимо поехать на лечение в Италию, в город Масса, в специализированную кардиологическую клинику, где ребёнку будет проведена госпитализация, обследование углублённое и операция, необходимая данному малышу. Это вопрос жизни и смерти, потому что после первой операции, которая была проведена в Екатеринбурге, ребёнок лежал в реанимации и сейчас постоянно-постоянно болеет. Нам необходима эта помощь. Мы вас просим, помолите нам то, чем может. Нам нужно спасти нашего ребёнка. Операция на сердце для Егора может вернуть беззаботное детство. Его родителям она может подарить смелый взгляд в будущее. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде, тем более, если это беда ребёнка. Как помочь Егору можно узнать на нашем сайте, а также на сайте благотворительного детского фонда «Добрые сердца». Все реквизиты для помощи указаны на сайтах. У меня на сегодня всё. Это была программа «Сумма мнений». Всё у нас сложится. Увидимся в прямом эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова